Ну вообще, полный улёт! Это электронная почта. Как? Проводов нет. Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Продолжение следует... Новый состав Хуча, Эвила. Ну, наверное, скорее всего, новый состав Муннера. Вот ЮССР всё-таки Хуч и Эвил присоединились к команде. С ними же Майс, Хакер. Ну и мы сейчас увидим интересный пистолетный раунд. Мы смотрим на улицы Муннера. Очень много игроков сейчас пытаются... Ещё нет, Кучер пытался пройти рампы. Крафтик показался на улице. По-моему, кто-то прошивает девятку до Хаус Дегла. Ну и Эвил, в принципе, получает немножечко пуль. Но сейчас всё летит чуть-чуть правее его. И довольно рискованно всё равно продолжает стоять и смотреть будку. Потому что можно было получить хэд через текстуру. 66 хп. Ангел с Дегла ставит хэдшот Хучу. И в большинстве, посмотрите, в большинстве спрей-н-прей Майс минус 2. Наверное, на рампах сделал. Тут война у Крафтика с Будкой. Да, именно на этой позиции. Не дал пройти, не дал продавить точку. И вот смотрите, сейчас перетяжка на А в Будке Муннер делает минус 2. И тут третий. Неужели минус 3 будет? Нет, Крафтик так просто не отдаётся. И остаётся 1 в 3. А всё очень классно начиналось для арены. А не же спрей-н-прей вот в этом раунде. Без шансов. Подобранный Дегл, Майс, хэдшот минус Тарас, Крафтик. И 1-0 в пользу команды ЮССР. Хуч берёт первый раунд. Ну, сейчас увидим, кстати. Давайте посмотрим, как у нас будет развиваться дальше эта игра. Посмотрим. Так, продолжаем, друзья, смотреть за этой игрой. Надеюсь, звук у меня не пропал. Да, не пропал. У меня чисто периодически, не знаю, вот такое, как, знаете, вставляете. Вы подключаете аудиоустройство, и звук из Windows такой дефолтный вот. И периодически у меня отключается микрофон почему-то. Не знаю, с чем это связано, но вроде он всегда работает. Так, смотрим, что делают игроки спрей-н-прей. С Глоками пытаются выйти на Аплант. Будка плюс пристройка. Выпадает бомба и полный отстрел. Думаю, тут без шансов. Да, минус от Эвила. Он тут минус 2 или минус 3 даже из Будки сделал. 5 хп осталось и 2-0. Пока все очень удачно для команды ЮССР. Вот вчера, по-моему, если я ничего не перепутал с прей-н-прей, не очень хорошо играли на этой карте. Под названием Дынюк. И она у них пока что не... По-моему, да, это, по-моему, были они. У них не очень хорошо получается. Но сейчас посмотрим. Потому что каждый день команда что-то придумывает. Я вот сегодня приходил на арену. Ангел уже там с ребятами что-то снова шифровали. Там обсуждали тактику. Обсуждали, кстати, Дынюк. Ну и, значит, готовились к этому матчу. Но все-таки тактики, видимо, не готовы. Когда команда прямо перед игрой вот так вот очень много обсуждает. Ангел крафтик минуса. Крафтик делает минус. Мунер из девятки получил от Шара. И это раунд для команды спрей-н-прей. Они же пока еще ноунейм им. Да, именно так можем назвать этих ребят. Майс один в девятке остался против троих. Бомба стоит. Но я думаю, что ему стоит, наверное, засейвить лучше девайс. Тут двое сотых и 85 хп у Кучера. Кстати, вчера Кучер очень прикольно наказал про Evolution Soccer. Реал Барселона 0.5. Это было люто. 2-1. 2-1 берут экономически важный раунд украинские парни. И сейчас уже проблемы для команды Хуча им поломали. Перевернули экономику. Давайте глянем, какое решение приняла эта команда. Будет ли это Эко, либо все-таки волевой бай они сделают. Так, бинда, спейс, плюс джамп. Нужно добавить. Как-то не работало. Эта кнопка у меня. Ну что, продолжаем смотреть. Улица. 5 человек. Пытаются пропушить. С двумя хаешками. И пошли давить на Шара. Но Шара очень глубоко оттянулся к респауну. И будет принимать оттуда. Он уже на скале. Ну я думаю, ой, как небрежно он полетел. Прочекал. Не до конца прочекал. Минус от Шары. Муннур пропускает игрока с Калашом. Делает минус. Сейчас скалу с ним может снять. Да, он будет перестреливаться именно от Шары. Там 2 игрока на скале. Ну ой, Муннур они отпустят. Хаешка от Кучера просто. Джекпот срывает. Кучер прям под ноги. Очень четко подкатил. Эвил 30 хп. Выбил где-то Калаш. И на планте тут рядышком с ним Майс. Ждут заход с пристройки. А есть 2 игрока. Пытаются степом, да, там делать там даблдаки. Но они проскакивают. И все-таки звук слышно. Слышно было сейчас перетяжка. Команда Эвил делает минус. Ой-ой-ой. Шара и Крафтик 2 в 2. Ситуация эко-ЮССР. Вот вам пожалуйста. Не законтролили до конца улицу. И наказывают. 1 на 1. Сейчас Шара отсюда не выйдет. Его контролит Эвил. Эвил хочет поменять позицию. Падает Шара на плент. Смотрит 9. Какой 9? Ты 1 на 1. Закрывает сейчас ему Эвил дверь. Ну что, Шаре нужно брать плент. Вот об этом пока еще не думает. Отошел отстреливать будку. Ну и после того момента, как он возьмет плент, конечно, тут будет действовать Эвил. Давайте глянем, что и произойдет. Эвил сейчас никуда не выйдет. Он ждет Шару к себе в гости. А Шара идет. Шара идет в будку и сейчас получит хэдшот. Да. Эко за ИССР. 3-1. Какая досада для Espray and Prey. Вот снова эта команда устроила какой-то очередной глобальный фейл. На этот раз это был всего 4 раунд. И сразу же парни отдают Эко. Не, ну если так будет дальше продолжать играть, конечно, это борода. Очень много ошибаются. Очень много брака. Вот сейчас была, наверное, в первую очередь не законтролена до конца улица. Шаром все-таки, наверное, ему стоило смотреть. Вот игрока Мунера, который прятался за ящиком. Это все-таки фраги на его совести. Хакер минус. Ангел. Эко раунд уже в ответ летит у команды Spray and Prey. Прыгает Хилл ТВ. Ну, тут, в принципе, все понятно. 4-1 в пользу команды из России. Да, новый отряд Хуча пока что неплохо защищается. Вот опять же вспомним последние игры на чемпионате Европы. Как много раундов брали команды в атаке. И как вообще тут можно хорошо атаковать. Вообще, по-моему, зачем загадывать? Вот мы сейчас можем, в принципе, все и с вами посмотреть. Я зайду сейчас на Хилл ТВ, пока у нас тут начинается раунд. Последим за Ангелом. И просто, просто, просто нужно было мне посмотреть статистику, а она куда-то пропала. Была. Была статистика буквально вот на днях. Я ее видел на Хилл ТВ по ЕМ. У нас уже небольшие размены произошли. Ага, вот она статистика появилась. На главной странице она даже есть. И вот я хочу посмотреть по поводу карт. Очень важная глобальная статистика. Сейчас я к ней вернусь, пока у нас размены были. Выход 3 в 2. Вот Аплант Кучер продавил 5 ХП. И он отвечает Ангел. Сотый. Минус Кучер и Ангел в девятке его ждут. Его ждут, зная, что он туда будет. Но один на один ситуация. Ох, как небрежно вышел Ангел. Получил. Не знаю, сколько у него ХП осталось. Неужели сотый. Ну, второй раунд. Второй раунд для украинцев. То есть, будет, возможно, еще борьба в этой игре. Ну, а я пока вернусь к статистике. Хочу глянуть статистику по картам. Вот это очень интересно. Итак, вот, друзья. Откуда у нас статистика? А, это я глобально статистику зашел. Вернусь в статистику ивента. Карта Денюк. Атака берет 52%, 47 сотых. 52,47% раундов. Защита берет 47%, 53%. То есть, на чуть-чуть там 8,7%, но атака должна выигрывать на Нюке по результатам, по крайней мере, последнего чемпионата Европы. Ну, вот скажу еще, буквально чуть-чуть статистики. Карта Инферно. Вот такое же соотношение, как и на Нюке. Приблизительно здесь 51,7% у атаки и 49,3% у защиты. На Дасте атака берет 54%, 45% берет защита. На Трейне защита берет 65%, атака 34%. Все равно показатель атаки улучшается уже. И на Тускане, вот вы не поверите, но на чемпионате Европы не так много было, не так много игр сыграно. Но, тем не менее, защита берет 64% почти. Все, вернулся, я немножечко пропустил этот раунд. Но самое интересное мы с вами увидим. Замес на улице 2 в 2, Крафтик делает минус. Важнейший экономический раунд для ЮСССР. Им нельзя отдавать сейчас его, потому что потом может пойти ЭКО. И 44 хп у хакера, 99 у Ангела. И Ангел делает этот минус, выходит легко и убивает в тушку хакера. 4-3. Потихоньку украинцы пытаются, по-моему, сравнять счет. Сейчас посмотрим, как дальше произойдет. Смотрим на респаун ЮСССР. Смотрим, что они будут покупать. По-моему, да. Как я и сказал, это ЭКО. Диггл один зашел только что, вроде бы как. Да, один Диггл. Давайте глянем, наверное, парня с Дигглом. Это вроде бы Мунер, он был первым про респу. И сейчас посмотрим. За попыткой, нет, УСП. За попыткой ЮСССР взять еще один ЭКО раунд. Крафтик делает минус. Зашел в будку. Очень много на планте. Минусы от Кучера. Посмотрите, хакер все-таки убирает одного. Майс убирает еще одного СУССПА. Девятки продолжают перестреливаться. Савят хэдшот, но они делают минусы. И в это время уже Ангел, Хаус, вся тусовка зашла на точку. И 4-4. Ничейный счет. Но это только половина первой стороны. Будем смотреть дальше. Ну, наверное, еще вам несколько фактов о прошедшем чемпионате Европы. Все-таки все многие до сих пор ждут это видео. Не все посмотрели матчи. Видео будет на днях, друзья. Уже сегодня какие-то должны видяшки появляться. Но проблема в том, что последний день без звука нам немцы записали. И это вот я жду версии вообще. Сейчас я должен узнать, есть ли версия с записанным звуком. Либо они нам что-то вот испортили. И не захотели, чтобы у нас были русские финалы. Непонятно. Ну, я думаю, все нормально будет. И как раз со звуком все получатся записи. Выход на Аплант. Сейчас под флэш. Одну вышли. Они же спрей-н-прей. Разменялись. Равненько команды. Вот сейчас Мундр еще один важный минус. Делал еще минус. Какой жесткий выход с девятки. Шара минус 9. Его прошивают. И без шанса. Фейбл минус 5-4. В пользу Хуча и его команды. Новой команды. Да. Заработали себе раунд парни. И я возвращаюсь к глобальной статистике. Лучшим игроком чемпионата Европы был Нео. Он на порядок, действительно, на порядок сыграл выше, чем все остальные. Второе место занял Трейс из МТВ. Да, из МТВ. Третье место ТАЗ. Четвертое Экзист. Пятое Ника. Шестое Фриз. Седьмое ДСН. Восьмое Француз Сиксер. Девятое ГАКС из Швеции. И десятое Кубен. Вот так выглядит топ-10. По командам. Средняя статистика. Первое место Эфикс. Второе Фнатик. Третье Лайонс. Четвертое МТВ. Пятое СК. И шестое место. НАТО Свинсер. Конечно, их глобальный провал. Мы помним, на улице есть минуса. По-моему, сейчас будет выход на точку А. Смотрим карту. Размен на улице. Из-за ангара Хуч делает фраг. Тут Шара красный. Рядом с ним его тиммейт. Это Кучер. И вот тут им нужно уйти. Без размена. Уходят. Уходят. Не то, что без размена, а без минусов своей команды. Возвращаются на ноль. Это видел Хуч. Мунер пока что работает тут хелпующим. Он ближе к Хучу находится. Но он должен. И Аплант, смотрите. Наверное, на Б поглядывать. Нет, Хуч пошел на Б. Нет, вернулся в девятку. И два в девяти. Ангел уже на Апленте. Под флэш вышли. Под собой не прочекали. Вот прочекал Мунер. Да, сняли легко Ангела. Хорошая флэшка. Вот нужно было посмотреть, как он ее давал. Там Хуч. Либо Мунер. И два на два. И уже, смотрите, как все читают. Хорошо. УССР. Хуч уже принимает рампы. Ну вот зачем шел? Да, Мунер. Мунер дал два минуса. Я вот хотел сказать, зачем же Хуч на ходу все это делал? Уже увидел соперника все равно. На ходу пытался стрелять. Но там были доли секунды. Ладно. Мунер исправил ситуацию. Ну а что арена-то? Они же спрей-н-прей. Они же а-а. Что будут делать в этом матче? Потому что, если так будет все идти дальше, то, конечно, о хорошей игре речи не может идти. Но увидим. Вот сейчас был проигранный раунд в большинстве. Для команды это всегда неприятно. Так, смотрим флэшки. Моменталка на ящик запустили Майса. И поджим Хуч уже в бутке. Будет рываться в ноль. Смотрим Хуч. И минус два. Минус два. Минус плант. Ангел снял Майса на Б. Каким-то чудом. Но оружия нет. Ангел тут пытается мансоваться. Еще минус от Хуча. На релоде пытается поймать игрока. Это, наверное, был Мунер. Ушел он в девять. Да, 3-6 хп осталось. Шара подобрал Кольд. Минус Мунер. Должно было быть. Но Мунер выживает. Каким-то чудом 7 хп осталось. И Шара один. Его уже поджимают в спину. По-моему, даже в угол зашел Хуч. Не увидел это Шара. И минус от Хуча 7-4. И близится двойное преимущество команды под названием ЮССР. Ну, давайте посмотрим. За развитием событий. Увидим, что сейчас нам предложит защита. И что предложит атака. Не самый хороший респаун у АА. Тарас Крафтик на... Нет, дал ХАЕ на Бейли. Дым перед будкой. Собрались, по-моему, степом сейчас будут выходить. И тут в ответ врыв будет в будку. По-моему, собираются врываться игроки российской команды. На будке точно кто-то должен быть. Перед будкой стоит Фамос. Минус Фамос. Где же второй-то остался? На задний. Утроползал все это время на лохау. Так называется. Вот эта позиция, где убили сейчас хакера. Минус хакер. Майс один, по-моему. Нет, с Хучом. Майс канала. Хуч дает флэш с пристройки. Под эту флэш поднимается Майс. Падает вниз. Живой. Живой. Уходит. 90. Еще хочет убить своего соперника. Это был Крафтик. А что делает Хуч все это время? А Хуч тасуется на улице. Ну, вот уже Майсы сняли. Немного не тимплейны сыграли. Игроки команды ЮССР. И хорошая возможность для... АА. Для Spray and Pray взять этот раунд. Ну, смотрим за Аммити. Что он будет делать? Прошивать будет плент. Пока никто не ставит. Он зря, наверное, сюда прошивает. Хаос уже ушел на Б. Хуч, возможно, не услышал. Ангел остается в канале. 90. Нет. 83 у Ангела. 32 у Хуча. И вот сейчас может быть встреча. Хуча и Ангела. Ангел ушел просто на ложную. Хуч пытается его найти. Наверное, за ним пойдет. О, да. За Ангелом пойдет. А, Ангел вообще ушел. Посмотрите. Все, Ангел услышал. Ангел услышал. Хуча. Но это ему не помогает. Делает Хуч. Минус. 5 хп остается. Наложная остается Хаос. И, в принципе, раунд за командой Спрейн Пре. Времени уже, Хучу, не хватит. Пятый раунд. Пока более-менее равная идет игра. Но чуть-чуть успешнее защищается ЮССР. Ну, еще вам добавлю статистики с прошедшего чемпионата Европы. Так, буквально чуть-чуть. И 47 фрагов. 47% фрагов сделано из АК-47. Вы не поверите. Вот такая статистика. И с кольта было сделано 30% фрагов. Это вот по топ фрагам. 10% из ЗВП. 9% фрагов из УСПА. 4% фрагов из Дегла. Фамос 4%. Глок 18%. Нет. Глок 8%. И гранаты 2%. Вот она. Такая статистика. Хороший пуш. Хороший пуш. И хороший поджим. Устроили ЮССР. Бомба стоит. Ой, но тут без шанса для Тараса. Возможно, стоило ему прошивать, пытаться прострелить игрока через тиксуру с нижнего планта. Да, это было нереально. Но нереальнее, наверное, было его решение попытки перестрелки из канала с тремя соперниками. Потому что вроде бы была инфа, что он именно там. Хотя я могу ошибаться. Но все же отличный раунд для ЮССР. Уже восьмой в сумме. И уже можно сказать, что они выиграли первую половину. Не знаю. Многие спрашивают у меня, какой прогноз. Что бы я сказал по поводу дальнейшей борьбы в России. И как будут бороться мимы ЮССР и Айронвилл. Конечно, мимы сейчас на голову сильнее. Но, в принципе, могу сказать, что мне кажется, что команда ЮССР тоже может дать жару. Вместе с Хучом. Ну, не знаю, смогут ли вот они так успешно тренироваться. Экок быстро проходит у Спрейн Пей. Я скорее думаю, что Айронвилл могут неплохо собраться. Но тоже очень много факторов, которые останавливают и одну, и вторую команду. Вот мим ничего не останавливает. У них есть цели. Они не видят препятствий. Да, вот как говорят на Ави. И мим пытаются сейчас, я думаю, попытаются хорошо сыграть на чемпионате мира. Тоже трудный вопрос. Ну, и опять же, такая же, в принципе, ситуация в Украине. Тоже есть лидеры. Это команда на Ави на данный момент. И есть Кирчнет. Вот Спрейн Прей. ДТС. Но ДТС и Спрейн Прей пока что не очень в хорошей форме. А вот Акирчнет я бы пока могу сказать только хорошей. Мне очень понравилась игра этой команды. И, ну, я бы не удивился, если в этом году они сделают какой-то хороший прорыв. Посмотрим. Главное, что в том же духе. Вот пару пушек было от УССР. Сейчас потеряли игроки Спрейн Прей и двоих игроков. Причем, так, в тех местах, где можно было не терять. Ну, что, имеем то, что имеем. Это КС. Здесь все не просчитаешь. В любом случае, кто-то ошибется. Ну, и вот посмотрим за очередным моментом. Пытаются Шара пробить рампы. Дает моменталку ему его тиммейт. По-моему, справа, сзади. Нет на рампах Мунер. Сзади нет. Прыгает немножко к ЛТВ. Крафтик проходит. И 2 в 4. Ждут Мунера. Вот как только он появится. Он получит по голове. Получил уже по голове. 74 и 100 у Спрейн Прей. 2 в 3 еще можно разыгрывать. У Хуч уходит на длину. Хакер на пленте. Эвил в каналах. То есть, ну, считайте, что два игрока там и там. Эвил хилпует тому и второму. Но не очень хорошо. Так, флешка. От Хуча. По-моему, он знает. Учуял соперников. Унюхал. И вот начинает... Нет, нет, нет. Без шансов. Тарас ставит хэдшот. 47 и 100 у Хауса. Двое на пленте. А хакера чекать, кто будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, по крайней мере, ЮССР не забывает чекать под плентом, когда они выбивают точку. Ну, ладно. 10-5. 10-5 забыл. Там один эко проставить. В пользу команды ЮССР. Они же СССР. Они же советские. Ну, а Спрейн Прей. Они же арена. Сейчас играли не очень хорошо. Ну, увидим, что будет во второй половине. Вот для наших команд это, в принципе, такой, знаете, привычный счет. И тут все еще может случиться. Опять же, на нюке, напомню, атака берет больше раундов. Об этом говорит статистика чемпионата Европы. И лучших команд Европы. И лучшие игроки берут больше раундов в атаке. Чуть-чуть, но берут больше. Ну что, смотрим пистолеты. Надеюсь, они нам всем понравятся. И увидим, что будет делать Шара. Шара идет в будку. Слышит на улице Дигл. Диглы прошивают где-то. Где Дигл? О, хуча есть Дигл. Вот на нюке сейчас модно стало. Вот всегда берет один Дигл. И команда Спрейн Прей. Вот ЮССР, видимо, тоже решили с Диглом сыграть. Ангел. Хороший минус. Минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какая встреча от ЮССР. И два в два. Прыгнула ХЛТВ. В очередной раз ненавижу я этот момент. Ну, что поделать. Шара увидел хакера в будке. Хаос на Б. Мунер пока что мертвый, к сожалению. Ну, наверное, посмотрим пока что с картой. Видим хакера. Он с плантом заходит на А. Ну, видимо, собрался на Б просочиться. Да, улетает в канал. И падает своему тиммейту на голову. И вдвоем отстреливает Хаоса. Такой непривычный такой момент наблюдать. Но довольно эффективно это получилось. Вот на пистолетах, может быть. Может быть. Но явно не наружу. Сейчас бы оба на Спрейн нарвались. Ну, и легко убивают сейчас Шару. Это значит, что, скорее всего, ЮССР одержит победу. Это был очень ключевой раунд. Очень нужный для команды из России. Потому что они сейчас могут три раунда за счет этого и выиграть. И сделать счет 13-5. Это уже серьезная заявка на победу. Там как-то, как-то до три раунда, может быть, и выбьют. Конечно, у Спрейн Прэй сейчас ситуация очень плачевная. И команде нужно что-то будет придумать. Пару каких-то серьезных раундов выиграть. Может быть, как-то перевернуть экономику. Но вряд ли это получится. Смотрим за Эко на А Плэнте. Три игрока. Шара с пристройки двое по верхам ползают. Двое на Б. Ну и вот, в принципе, дефолт без задумки. На прием пытаются играть с пистолетами. Ну, это сейчас обычно заканчивается чем-то плохим. Вот 2D вышли. Пытались отстрелить у Спа. Это был Майс. Но Майс выжил. И как бы не очень много хп с него сняли. Всего 11. Шара. Шара в будку. Нет, не пойдет в будку. Слышишь, закрывают дверь. На Б перетягивается СССР. Минус А Кучер. Там же Ангел. У него 16 хп. Дал хэдшот. Но сразу же его добили. Там, кстати, очень мало у первого заходящего хелсов. Сколько там осталось? 46. Нет, не так уж мало. Ну и пошли. Пошли по рампу. Пошли вниз. Сейчас, я думаю, все гладко будет для команды СССР. Они пропушат, продавят, поставят бомбу. Всех отстреляют. Ну, в общем, все как всегда. Хаус шара. 2 хэдшота. Ого. Минус от Куча. Минус от Куча. Еще раз. И это 12.5 в пользу СССР. Неплохо. Неплохо сыграла Хуч в этом моменте. Потому что могли там подобрать девайсы. И поднапрячь. Серьезно, поднапрячь команду СССР. Игроки из Украины. Но пока что все спокойно для Хуча. По турнирной таблице, что могу сказать. СССР сейчас находится на пятом месте. У них 7 матчей. 5 побед, 2 поражения. Команда Спрейн Прей у них также 7 матчей. Но у них 4 побед и 3 поражения. Соответственно, 5-е и 8-е место. Турнирная таблица. Хуч уже прошивает Кучера. О, это было хорошо. В девятке минус Кучер. И это раунд на девайсах. Волевая закупки от украинцев. И теряют игрока Тараса. Шара, Ангел, Пуш, Сбэх. Какие 3 минуса сделали. Нужно отойти сейчас. А, там уже никого живого нет. Остается Шара и Хаос. Шара, кстати, не Сбэ пушил. Где-то на улице сделал этот минус. Получил по голове от Эвила. И Хаос 1. Слышит, как... Где-то рядом топчутся враги. И они сейчас зайдут в будку. Минус от Эвила. Какой провал от Хаоса-то. Ну, вот и пожалуйста. Волевой бай не берут. 13-й раунд отдают. Сейчас будет эко. Это считайте, что 14-й. Ну, я думаю, что ЕСР могут закончить. Но могу сказать следующее. Спрейн Прей все равно сегодня более-менее похоже на команду. И они пытаются делать какие-то командные элементы. Да, все не получается. Но ничего страшного. Чтобы все получалось, надо не один месяц вместе откатать. Там месяц, два, три. А то и больше нужно ребятам, чтобы иногда получить результат ожидаемый. Главное, чтобы парни не останавливались и тренировались. Я почему-то верю, что они могут чего-то добиться хорошего. Что-то в них есть такое в этих Спрейн Прей. Опять же, не знаю, как будет называться команда. Ну и, в принципе, ЕССР. Очень хорошо играют. Они сейчас обыграют команду Спрейн Прей. Увидим, конечно, матчи против жестких соперников. Но в любом случае, здесь тоже будут апгрейды. Здесь два новых игрока, два свежих. И тоже нужно приигрываться. Тут без вариантов. Ангел с Дегла делает минус. Вот на улице Кучер забирает АКМ. Ситуация 3-3. Бомба стоит. Но что, наверное, выбить не получится. Пытается за дверью прошить Кучер. Не попадает. А может и попадает. Кто его знает. 16 хп там у кого-то было. Ну, нет, не пойдут никуда. Идут, правда. Идут, но... Но это не принесет ничего хорошего. Минус от Куча. Минус от Куча. И минус от Эвила. Очень хороший прием. Команда из России. 4-0. Вот счет второй половины. 14-5. Общий счет. И, по-моему, попахивает небольшим все-таки доразгромом. Что мне пишут в Мирке? Замечательные вопросы. Какие наушники посоветую? Любые хорошие. Вот в рейд-колл сегодня зайти не смогу. После трансляции спешу. Правда, что у Илата день рождения 8 марта. Замечательные вопросы. Киберарене нужны модельки на ESL, если немного другие, с дизайном Киберарена ТВ. Нужны модельки? Делай, в принципе. Мы их планируем делать. Но для этого нам еще нужно мод доделать для своей лиги. Он тоже будет, друзья. Но уже, наверное, на 8 сезоне Intel Challenge. Модельки также нужны. Так, погнали. Ставлю на Na'Vi. Вот пишут мне какой-то человек. Ну, посмотрим, что будет на чемпионате мира. На него еще все-таки месяц. Так, друзья. Смотрим на выход на Аплент. Отстыв. Хуч, Митя. Ну, какой же ты просто палач. Минус 1, минус 2. Вот кого не хватает в СК. Вот такого человека, который бы мог выйти и дать 2 хэдшота. Все. Больше ничего от него не требуется. Умирает пусть. Покупает 5-1. И, не знаю, убивает своих. Но чтобы в каждом раунде выходил и давал 2 первых минуса. Я думаю, любая команда такого парня себе хотела в команду. И, вообще, я думаю, позволяла ему делать все, что угодно. И, вот, кстати, об этом, вот, честно, говорил я с Кубаном и со многими топ-игроками. Что, вот, почему из КА нет игры. И, вот, честно, пришел к такому я мнению, что, действительно, очень важен тот человек, который делает первый фраг. Это тот, кто пробивает, играя в атаке. Да, многие проги проигроки могут сказать. Да, это чёс. Типа, все игроки играют, как играют. Вышел, убил. Там, принял, убил. Но, все-таки, есть стиль игры, вот, который стоит отмечать. Который вот так вот не опишешь словами. Сейчас, наверное, чуть позже я продолжу свои мысли. Потому что здесь может быть последний раунд. 2 на 2 ситуация. Эйвил смотрит девятку. В девятке шара. Мунер за трубой. В девятке еще хаос. А где бомба? Бомба где-то в будке или на будке. Минус от Эйла. Минус от шары. 1 на 1. Шара. Хэдшот. И это еще не конец матча. Так вот, друзья, все-таки, наверное, мы как-то не характеризовали, да, вот, стиль игры, вот, за все эти 10 лет. И повадки игроков. Вот, действительно, есть такие игроки, которые первыми делают первые фраги. И они это делают постоянно. Умеют они делать. И у них хорошее процентное соотношение. Вот, не зря на HLTV.org. Как в Dream Team'ах. Там есть вот такой, не знаю, роль игрока, как First Fragger. Человек, который делает первый фраг, либо первый умирает. Но, опять же, первая смерть. Но, в любом случае, ему тоже за это дают в Dream Team'е бонус. И все-таки, видимо, такие люди есть. И вот нужно, наверное, всех игроков охарактеризовать. Извините за мой английский ломанный. Смотрим выход на B. Здесь тоже ничего не получается. Ангел принимает. И хакер остается один. Против троих. Что у него получится, мы сейчас увидим. Так вот, кто вот в команде USR? В принципе, такой человек, наверное, Хуча можно назвать фрагером. Он может играть с ВП. Он может играть с Кольтом. Он может играть с Калашом. И он, в принципе, зачастую, вот, я много таких матчей видел, что видно, что Хуч вот знает, что сделать в следующем раунде. Читает ситуацию, идет вперед и делает первый минус. У СК, опять же, такие парни, допустим, как Getrite и Forest, они работают чисто на прием. Робан то же самое. Это игрок с ВП, капитаном, он тоже будет работать на прием. Да и все остальные игроки команды, они как-то, вот, я бы никого не выделил, кого бы я часто видел, кто пробивает или продавливает своих соперников. Ну, не знаю. Может быть, это моя паранойя, я часто об этом задумался, но не знаю. Я думаю, что вот такие люди, как Зист в командах, они очень полезны. И на чемпионате Европы вы видели, что этот человек делает всегда либо первый фраг, либо первый умирает. Но он всегда в движении, конечно, намного чаще делает первый фраг. Кучер убивает хакеров в спину и, в принципе, забывает еще один раунд для украинской команды. Уже седьмой. Но, опять же, вы видите, да, что 8 раундов подряд нужно брать АА, не же Spray and Pray. Это no chance, однозначно. Ну, уже начинают задавать вопросы по поводу Na'Vi и ее группы на EM. Группа сильная, но, понимаете, это чемпионат мира. Если команда хочет отстоять звание чемпиона мира, они обыграют всех. Поэтому тут уже дело за Na'Vi. И от их подготовки все будет зависеть. И то же самое я скажу про команду. Мим хакер на нож посадил крафтика. Наролоуди ее поймал. Сам был без патронов. Хаос минуснул хакера. И 2 в 2 снова ситуация. Смотрим за шарой. Он идет по длине. Сейчас увидим хучи. Ну, красный ЮССР вряд ли возьмут раунд. Минусы от шара. И вот если сейчас хуча не пробрется, то все закончится. У хуча 21 хп. И я думаю, что все-таки его поймают. Посмотрите, что творит Митя. Он без бомбы залез вот в канал. Прочекал там все. Бомбы на бэ на самом деле находятся. И нужно смотреть за ней. Ну, за ней смотрит шара. Он за стеклом. Я хочу, нужно идти за ней. Ну, 40 секунд. 20 хп. Шара не пойдет. И сейчас, наверное, звери его законтролят. Хорошая позиция у шары. Но, по-моему, по-видимому, хуча не знает. Что здесь его соперник. Выходит хаос. И просто нажимает на кнопку. Третий раунд защиты для Спрейн Прэй. И восьмой в сумме. Что-то в лесу сдохло. Спрейн Прэй начинают набирать раунды. Вот это да. Так, есть девайсы. Раскидывают оружие. А что же у команды ЮССР? По-моему, это ЭКО сейчас будет. Слушайте, у меня такое сейчас впечатление, что команда Спрейн Прэй, вот если ей повезет, то она сможет сделать камбэк. Если повезет. Но вряд ли. Столько удачи в одном матче не бывает. Не, бывает, но не факт. Так, что-то, думаю, можно сказать по поводу фурии. Ничего не могу сказать по поводу фурии. Вообще. Атака фонариками тоже. Белорусские фонарики кто-то пытался применить только что в будке и умер вместе с этим фонариком. Шара делает минус. Посмотрите, 4 в 4 очень важно. Это было сейчас. А что, ЮССР будет выходить в дверь? Шара убивает Крафтика с гранаты. Как? Поджим с Б, контролит Эвилл. Ну вот и все. Вот и кончилось лето. Только я сказал, что вряд ли дотащит. И уже. Жаль, конечно, спре-н-пре. Они могут играть лучше. Вы, в принципе, возможно, со мной согласитесь через недели 2-3, когда эта команда наберет обороты. Я про СССР ничего плохого не буду говорить. Они играют сейчас замечательно. Выиграли игру. Причем легко с двойным преимуществом. Вот только что завершилась она, в принципе, 16 раунд. Но тоже желаю, чтобы ЮССР играли лучше. Мы видели чем-то Европа. Мы видели лучшие команды нашего континента. Что они дают, как они играют и как они сдают. Я хочу, чтобы наши точно так же тащили. Когда будет что-то интересное на Кибер-арене. Мне очень интересно, что товарищ подразумевает под что-то интересное. Только что закончился чемпионат Европы. Я думаю, это было что-то интересное. Разленились наши зрители, по-моему, фанаты. Прошлый год вот на Ави испортили. По-моему, всем вкусы. Все уже вот довольно спокойно относятся к обыгрыванию команд топ-левела. К каким-то крупным чемпионатам. Но, друзья, надо любить Кибер-спорт. Любить любой матч. По этой игре. Смотреть за всеми командами. Даже в самой ботской команде иногда находится очень интересная и грамотная штука. Которую можно применить. Тоже прислушайтесь ко мне. Я иногда что-то полезное говорю. Так. Ладно. А еще интереснее что-то будет. Еще интереснее будет только трансляции Доты с Вилатом. Наши с ним, возможно, новые серии трудностей перевода. Они там будут, кстати, очень интересные. Следующие, которые мы должны провести, будут еще и прохождение игр, друзья. Но у нас тут тоже. Мы всегда в процессе. Мы занимаемся нашей студией. Вот сегодня уже поселил Вилаток рядом со мной. Поэтому все будет хорошо. И дальше будет.